Симферопольский художественный музей Симферопольский художественный музей Заместителем директора которого вы являетесь Решил порадовать крымчан, жителей полуострова и его гостей Кстати говоря, с началом курортного сезона Здесь в начале весны Ну действительно, весна началась Весна неожиданная, может быть, ранняя такая И акварельная И у нас выставка первая, которая открыла весну Стала акварельная Художник, старший преподаватель Академии Сергея Николаевича Андреяки Представил свое творчество Экспозиция расположена в двух залах И вот что самое интересное Это крупного размера акварель Мы привыкли, что она такая камерная Лиричная А здесь она разная Она может быть разной, действительно Насыщенная Этот художник, он любит старые улочки Москвы Выставка так и называется Дорогая моя столица Старые улочки, закоулочки Все он это выписывает И художник проводил мастер-класс Для наших, для детской школы художественной Для изостудии, которая постоянно работает при нашем музее А на следующий день он перевел еще один мастер-класс Но это была такая работа на пленэре Напротив нашего музея находится старое здание В котором когда-то работал художник Гауш Это мироскусник второй волны Когда приезжают к нам гости Особенно издалека, из Москвы, как в этот раз Поражает их такая наблюдательность Вот он выбрал именно этот уголочек И решил его зарисовать Март это месяц, когда мы отмечаем Международный женский день и Масленицу Вот эта тематика, в том числе языческая, славянская, архаичная Она как-то влияет на концептуальную работу Экспозиции вашего музея Ну, я бы не сказала, что языческая Но весенняя, да Может быть, языческая это ближе Этнографическому музею по профилю А вот та самая тематика, которая волнует всех Кроме акварели У нас представлена еще двумя выставками Которые будут у нас открыты Буквально вот 10 марта в четверг в 2 часа И в 14.30 И тоже предполагается мастер-класс Здесь у нас будет представлен батик Батик такой тонкий шелк Опять-таки акварельные мотивы Весна, женщины И знаете, хочется поздравить с этим праздником И с Масленицей в том числе Всех нас Мы привыкли, что 8 марта Это больше такой женский день А мне хочется поздравить и мужчин Потому что Вот мы так устроены Наша вселенная так устроена Наша жизнь так устроена Что все здесь ждется так на двух началах Одно обусловливает другое Одна жизнь зависит от другой И творчество Это тоже процесс такой совместный Когда два начала принимают участие И расцвет культуры всегда тоже в основании имеет это И мы это видим прекрасно во все времена Во все века Вот когда равновесие между началами есть Искусство прекрасно Там присутствует красота А когда равновесие нарушено Мы уже видим то, что видим И это тоже отражается в произведениях искусства Поэтому, говоря о весне, о масленице Мы подготовили вот такие нежные подарки Акварельные подарки Батик И еще одна, вторая выставка Которая у нас будет Там В нашем музее есть цикл определенный Программа новая, разработанная Правда, она работает уже Не настолько новая Но Крымские династии Мы приглашаем семьи Это я о равновесии У нас будет семья Калеменевых Супруга является профессиональным художником Муж Резчик по дереву И будет представлено также творчество их сына Ну это тоже такой своеобразный подарок Причем Она работает в технике батик Но это Такая изюминка Знаете Работы не похожи на батик Они похожи на тонкую акварель Работы из дерева, которые представляет муж Это дуб Анималистика Прекрасно Вырезанные Из дерева Фигуры животных И еще у него Необычная техника Он работает Обратился вот Буквально год назад К иконописи В скульптуре И это и барельеф И горельеф И здесь опять вот это соединение творческое такое Муж и жена Он вырезает эти работы Детали прописывает Прорезает А она уже такую финальную точку ставит Она прорисовывает все это Получается тоже очень интересно Необычно И такая выставка у нас представлена впервые Лариса Александровна Художественный музей Симферопольский Славен не только выставками Экспозициями Но и редкими фондами Наши фонды востребованы За пределами полуострова Этой весной ожидаются Какие-то выездные мероприятия Связанные вот с такой Работой Фондов музея Симферопольского За пределами Крыма Да Наш музей является хранителем Уникального наследия Это художник караимский Михаил Моисеевич Казас Когда-то эта коллекция поступила В наш музей в 65-м году еще В основном произведение графики Художник периода рубежа 19-20 веков То есть по сути серебряный век Стиль модерн тогда господствовал в искусстве И вот он как раз Он прожил всего 28 лет Писал много Имел так называемый Быстрый карандаш Вот из караимов Я просто так Самый известный у нас Имеет Анну Павловну Павлова Балерина Михаил Казас Создал По крайней мере в нашем фонде Хранится более Произведения Связанных Написанных им В Мюнхене Потому что он законил Мюнхенскую академию художеств Так и во время приезда каникул На каникулы сюда в Крым Сохранились работы Которые были на выставке В Севастополе Это единственная его прижизненная выставка И последняя И вот эти работы Там как раз слово Полку Игореве представлено Иллюстрации к пьесам Миттерлинка Серебряный век Опять-таки Да, вот эти вот Очень Которые очень сложно иллюстрировать Произведения Миттерлинка Вспомните «Синюю птицу» Если быть Там такое междустрок И вот это все междустрок Нужно положить Высказаться, так сказать Там художник в это время Был сотворцом писателя Это очень сложно Мы говорим Вот, например Работы в Рубеле К Лермонтову Мы говорим Кон гениальный Здесь вот то же самое У Казаса происходило И вот эту выставку Мы везем в Академию Акварели Андреяки Она будет представлена там И откроется 3 апреля Спасибо большое, Лариса Александровна За беседу Ну и удачи В исполнении всех ваших замыслов С праздниками Спасибо